В эфире новости 7 канала. Волна насилия захлестнула город. Как стало известно, массовые беспорядки в центральных районах учиняют члены организованной преступной группировки «Поджигатели». Полиция не в силах сдерживать разгулявшихся вандалов. На место происшествия выслан отряд специального назначения «Тризиру». Мы вмонтировали одну из наших камер в снаряжении офицера, Ника Мэйсона, и теперь можем непосредственно наблюдать за событиями. Вот в переулке показались преступники. Их легко опознать по хоккейным маскам и летящим в сторону офицера бутылками с зажигательной смесью. Как хорошо, что он вооружен полицейским щитом. Сейчас Мэйсон проведет задержание. Что? Срочно уберите детей от экранов. Похоже, офицер не расположен брать бандитов живыми. Как мне подсказывают, сотрудников «Тизира» примируют за снайперские выстрелы в голову арестованных. Хотя не знаю, можно ли после этого называть их арестованными. Но что это? Мэйсон не только прикончил бандитов, но и подобрал их снаряжение. Мы, конечно, слышали о проблемах с финансированием в органах правопорядка, но чтобы офицер элитного подразделения побирался по трупам, это уже слишком. Заплатите налоги, уважаемые зрители, если не хотите, чтобы стражи порядка выходили на работу с мясницкими ножами. Похоже, Мэйсону удалось обнаружить одного из главарей банды. Надеемся, он понимает, что этого преступника лучше брать живым. Он может обладать ценной информацией. Отличный ход, Мэйсон. Прикрываясь щитом, он подобрался к главарю вплотную и обезвредил его разрядом из штатного тазера. Теперь команда зачистки сможет подобрать оглушенного преступника и допросить. Но сперва, похоже, ему понадобится врач. В эфире новости седьмого канала. Как стало известно полиции, после допроса одного из лидеров банды-поджигателей террористы удерживают члена городского совета в заложниках на заброшенном складе. Офицер отряда «Тизиро» отправляется на помощь. Вот и террорист. Он использует заложников в качестве живого щита. Хорошо, что на пожертвование горожан Мэйсону удалось приобрести штурмовую винтовку с оптическим прицелом. Пока террорист прячется за своей жертвой и поливает стража закона свинцовым дождем, Мэйсон отважно прячется за щитом. Извините за качество картинки, но многочисленные следы от пуль делают щит практически матовым. Впрочем, он также абсолютно непробиваем. Но мы отвлеклись. Впрочем, отвлекся и преступник. Один меткий выстрел и пленник на свободе. Пусть у Детройта есть рыбокоп, наш город вполне способен защитить герой из плоти и крови. На следующем задании Мэйсону придется взаимодействовать с пожарными. Бандиты подожгли здание, в котором, возможно, еще остались мирные жители, а также члены преступной организации. Офицер должен оказать пожарным содействие в поиске пострадавших, а также защитить их от возможной угрозы. Член пожарной дружины дает офицеру противогаз, совмещенный с прибором инфракрасного видения. Конечно, защитить легкий от дыма – это важная задача, но поможет ли тепловое зрение найти людей в горящем доме? Хорошо, что у Мэйсона есть фонарик, а еще лучше, что он обучен использовать его одновременно с пистолетом. Да-да, Мэйсон с блеском справляется с заданием, хотя выносят пострадавших на крышу все равно пожарные. Внезапно со всех сторон атакуют поджигатели. Сможет ли Мэйсон продержаться до прихода подкрепления, или мы потеряем очень дорогую камеру, которая, извините, вырвалась. Но вот подлетают, спешат на помощь полицейские вертолеты. Теперь перевес явно на стороне сил порядка. Мэйсон садится в вертолет и лично занимает место у авиапушки. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем репортаж. Смотрите в шестичасовых новостях. Беспорядки в городском метро. Кто стоит за поджигателями? Руководитель Тизиру обвинен в сотрудничестве с террористами. Седьмой канал. Мы узнаем новости первыми.